Дорожная разметка Работа проводится в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Общая площадь нанесения разметки составит 106,5 тысяч метров квадратных. В этом году с применением исключительно высокотехнологичных материалов. Это термопластик и холодный пластик. Перед тем, как приступить к работе по нанесению разметки, дорожники делают временные пометки, чтобы обозначить фронт работ. Затем готовится смесь. В специальные котлы раствор забрасывается прямо вместе с упаковкой. Она является одним из компонентов готового термопластика. Работы по нанесению и обновлению разметки делятся на два этапа – механический и ручной. Соответственно, и материалы для этих видов используются разные. Например, для обновления рисунка пешеходного перехода или стоп-линии используется термопластик. А специальную разметку около школ, автобусных остановок и знак фотофиксации наносят с использованием холодного пластика вручную по трафарету. Работы проводят исключительно в ночное время, чтобы не создавать помех для участников движения в дневное время суток. Они закидывают термопластик в маточные котлы. В этих котлах термопластик готовится для уже перелива в разметочную машину, в маркировщик. Там термопластик разогревается до 200 градусов и маркировщик уже непосредственно посредством экструдера наносит его на асфальт. За качеством нанесенной разметки будет следить специальный отдел эксплуатационного контроля при Департаменте городского хозяйства и экологии. Новые дорожные обозначения должны прослужить не менее 11 месяцев. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, Василий Колдашов. События.